Всем привет! Вы слушаете Алексея Халецкого и я продолжаю знакомить вас с дополнением Gathering Storm в Seedmare Civilization 6, играя за Османскую Империю на уровне сложности Божество, то бишь на последнем. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать с самого начала просмотра, ну а мы продолжим. Реки Аракс, Кыз... Кстати, вот Кызылырмак и Хамада, у меня сомнение, что это названы по-тюркски. Возможно, это скифы нашли и поэтому названы... Тут еще вот города ацтеков стоят. Ну, в общем, сложно сказать в честь кого названо. Пока исходим из того, что... Хотелось бы, чтобы где-то было написано на самом деле. Где-нибудь было бы написано в честь кого. Кто типа нашел. Так, строим. Еще прачника. Я строю пока юниты. До открытия ранней империи у меня тут стоит производство на юниты, на все. Здесь... Ага, вот уже, видите... А я открыл? Орошение. Открыл. Так, сейчас. Нужно счастье, конечно. Нужно янтарь этот обработать. Нужно кофе. Ну вот, достроится... Тут у меня, к сожалению, нету производства вообще. Тут даже нету смысла клетки покупать какие-то. Потому что все по одному про... В этом городе желательно Петру построить. Но я очень сомневаюсь, что мне дадут. И мне одно очко всего лишь до нормального века осталось. И семь ходов. Хорошо. И осталось буквально одно очко до нормального века. Но я боюсь, что кто-нибудь до меня и встретит. Не хочу я пока исследовать территорию. Я сюда веду чисто, чтобы от варваров отбиваться. Я даже не хочу этот лагерь забирать. Но, возможно, придется. Так, тут сидим в защите. Тут начинаем воинов строить. Да? Да. Надо еще хотя бы... Двух воинов, я думаю, построить. Нужна пища. Ну, нормально. Так он более-менее растет. Здесь... Ну, можно черепаху купить. Но я бы сохранил. Может... Кстати, может мне купить просто сейчас рабочего? Вот это, наверное, хорошая идея. Тут три хода. Что мне быстрее обработать хочется? Кофе. Тут четыре хода. Тоже кофе. Давайте вот здесь купим. Потому что я обработаю кофе. Потом пойду янтарь. Это еще одна. А потом можно и хлопок обработать будет. Давайте купим рабочего здесь. И, наверное, можно строить торговца для Трапзона, чтобы у него какое-то производство было. Вот это лучше потраченные деньги, чем выкуп клеток, я думаю. Что-то от стеки... Что-то от стеки так ко мне хорошо относятся внезапно. Какой-то непонятный. Каких малых цивилизаций, если я их даже ни одну не встретил? Наверное, это и имеется в виду. Вы не встретили ни одну ГГшку. Вы нам очень нравитесь. Мне бы на самом деле вообще никого не встретить. А, блин, тут кофе как раз купил. Не, ну, 25 монет. Оно будет 25... Нет, 30 будет. Ну, купим. То есть деньги будут на покупку, если что. Так, дуболомов тут будем держать. Еще одного, наверное, построим. Ранней империи через 4 хода. И монумент можно будет начинать. Упс, да я даже не хочу обстреливать. Ацтеки делегацию отправляют. Но можно к ним тоже отправить. Не знаю, почему ацтеки так... дружелюбно ко мне относятся. Мне это непонятно. Так, тут покупаем клетку. И... О, наконец-то. Вот это я узнаю ацтека. Ну, типа, у меня больше ресурсов роскоши, чем у него. Поэтому это ему не нравится. Нет, пока на производство. Нет, пока на производство. Все пока на производство. Боюсь на этих холмы, стоять. Еще кого-нибудь увижу. У меня буквально 4 хода дотерпеть осталось. Осталось. Наверное, одного дуболома тут. А один пускай в Стамбуле так и сидит. И монумент строим. Как раз 3 хода до ранней империи. Строим монумент. Ставим карточку на поселенцев. И начинаем расселяться. И как раз у меня темный век начнется. Надеюсь, что темный век. Мне бы никого не встретить. Вообще странно, как бы. 18 цивилизаций это на 6 цивилизаций больше, чем должно быть на карте. И как-то не особо плотненького у нас тут. Так. Можно, кстати, обратно рост возвращать. И, пожалуй, построим монумент. Тут в этом городе вообще производства нету. Давайте мой инфид пускай стоит. Это вы янтарь отправим. Отлично. Обработку бронзы открыли. Раз, железо. О, у меня город прямо на железе. Блин. О, ускоренная обработка железа. Наконец-то они поправили эту... По-моему, раньше, если город стоял на железе, то не ускорялось. Надо было именно рудник строить. А, у меня рудник построен. Блин. Вот это плохо. Надо будет разобрать тут. Нет, все-таки это не то. Так, давайте дальше пойдем. Не хочу пока в античность выходить. Ну, давайте, наверное, стрельбу из лука откроем. Потом письменность. Потом колесо. Пока вот так. Пока вот так. Тут стоим. Пожалуйста, пусть меня никто не встретит. Зулус с ацтеками. Ага, значит, там где-то Зулус и с ацтеками. Отлично. Ставим поселенцев. Юниты больше не нужны. Тогда плюс 5 против варваров. Да. Что-то раньше времени Ранней Империи открылось. Ну, ладно. Так. Вот у нас и Барагим. Кстати, этот новый губернатор, который есть только у турок. Производство всех военных юнитов в городе увеличивается на 20%. Пока, я думаю, мне его нету смысла. Брать. Магнус. Ну, смотрите, я в столице только... У меня только два леса для вырубки. И я еще не уверен, что мне его надо вообще вырубать. Я бы его оставил для производства. Ну, потому что два леса... О, а тут вообще нет никакого производства. Просто нету. Тут? Ну, вот тут лес. Да, тут на холмах. Да. В конью. Мы Магнуса в конью сажаем. Тут есть что вырубать. В столице мы вырубать ничего и в Трапзоне тоже. Так, обработали. Ну, что, сделаем здесь на поймах. Фермы. Кофе я не хочу обрабатывать. Давайте вот три фермы. Треугольничком. Так, ну вот это вот тогда используем как раз для вырубки лесов, когда Магнус приедет. И... Поселенца. Строим. Дальше открываем политическую философию. Так, еще два хода. Двадцать девятый и тридцатый. Товато. Скиф, блин. Тварина. Забрал мой лагерь. Нечестно вообще. Так, поселенца. Тут надо купить янтарь. О, еще и киты будут. Это неплохо. Мы тут встали. Так. Навигацию продвинуем, потому что два обработали. Ну, тут, кстати, лучше сюда перейти. Я вообще с этим сюда встану. Правда, киты в четвертом радиусе. Как-нибудь, как-нибудь обработаем, я думаю. Ну, дотянется из себя будет культура. Так, я думаю, кого-то встретил. ГГшку. Ну, блин, как всегда, на божестве. Комп. Все, следующим ходом будет темный век. Ну, давай. Прокачиваем. Здесь стоим пока. Все-таки вышел в темный век. Тридцать монет. Здесь тридцать. Вообще, один ход сам добавится. Давайте мы подождем. Не хочу тратить деньги. В данном случае. Ну, давайте, пожалуйста. Никого не встретим. Пожалуйста, пожалуйста, ну. Фуф. Ей, темные века. У Турции. Турция вышла в темный век. Вот, стеков. Кстати, золотой на него. Там уникальный юнит. Все-таки. Так, здесь ждем, пока Магнус приедет. Все, можно исследовать территорию. Интересно все. Так, пошли туда, к ацтеку. Сейчас надо заселяться. Ну, тут куча места. Урал. Ух ты. Урал, Аракс. То есть, вот эта река Урал. То есть, тут где-то, значит, тут где-то русский будет. Вот я еще говорил, что по названию рек можно будет понимать, что где, где какая нация. Видимо, так. Так, здесь пока ждем. Два хода, пока Магнус присядет. Анук. Два хода, пока Магнус присядет. Анук. 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 Так, что-нибудь будем менять. Пока, пока нет. Ну, прикольно. Уже видно, видите? Луга рядом с рекой по-другому выглядит, чем просто река. То есть, художники поработали над дополнением серьезно. А вот границы. А вот персы, а вот скиф. Нет, или это все-таки русские? Блин. Да, надо тут все заселять быстрее. О, у нас места не будет. Ну и, блин, такая пустыня. Очень не хочется там города ставить. Так, возьмем, наверное, Рейну. Как раз в Трабзон. Чтобы клетки быстрее покупались. Стоим, ждем. Еще один ход, когда Магд... Слушайте, а у Магдаза же поменяли. Блин, я забыл. А, нет, не поменяли. Первый пункт. Плюс 50% сбора урожая. Да. Нет, ничего не поменяли. Вот тут поменяли. Дальше. Снабжение поменяли. Вот тут промышленник другое сделали. И черный рынок. Вот это другое. А начальное, благодаря сбору урожая и изменению клеток города. Вот это оставили. Так, ну куда этого направим? Сюда давайте. Дальше будем исследовать... Ну, деньги. Деньги, потом навигацию по звездам. Верховую езду, обработку железа. Не особо торопясь. Мы не в сетевую игру играем. Что вообще? Ага, вулканическая активность, вероятность 2%. Нестабильных 1 вулкан, спящих 10. Изверг, уже один вулкан извергался, между прочим. Буря, вероятность 27%. Так, я... Остануть СО2 ничего и никаких событий. Но было описано, что один извергался, вообще-то. Не знаю, правда, что это тогда значит. Так, персов встретили. Так, может отправить делегации пока. Осудить 25 претензий. Без него надо 150 претензий. Прикольно. Так, к ацтеку давайте. К персу, наверное, пока не получится. Да. Пойду тут рассматривать, что там делается. Вапшча. Так, тут... Да, пойду. Первый посел. Блин, а тут, видите, уже лояльность какая. Вот хрень. Ну тут он захватывает? Город перса. Ну, в любом случае, надо тут пока поставить. Блин, ну, с устью, ну, с лояльностью беда какая-то. Так, Магнус уже сидит. Первый посел есть. Блин, так серьезно, минус 8. Но надо сюда все равно ставить. Блин. Куда он пошел? О боже, что... Да, все-таки с... Есть все еще проблемы с поиском пути в этой игре. Как, еще поселенцы. Походу, мне придется по пустыне расселяться. Вот это кто? Скифы или нет? О, она дает мне 15 мирового влияния за 10 лошадей. А можно больше? Три золота в ход. Нет, три золота в ход. Не знаю, правда, что за мировое влияние. Но лошадей мы выдадим. Да, и видите, теперь копится количество железа. Четыре в ход железа и... Нет, а эти сейчас хотят у меня влияние забрать. Нет, не хочу. Откуда вообще у нее влияние? Вот откуда у Дидоны накопленное влияние? О, это скифы все-таки перса захватывают. Блин, мне тут надо сразу два города ставить, чтобы они друг на друга влияли. О, и тут у нее варвары. О, еще сюда город можно сунуть. Будет... Ну, пока постоим. Блин, минус 6, минус 10. Что-то очень... Очень сильное влияние. И тут уже все во влиянии. Мне кажется, что как-то лояльность слишком сурово стала работать. Я просто тут единственное место, куда поставить город. Затурка. Пойду-ка я пожалуй отсюда. Так, защищу этого. Прачника. Так, а там вообще города у перса... О, тут еще по-другому это выглядит. То есть я сверху постоянно теперь показываюсь. Все влазят в одну... В один экран. Наконец-то. Сколько... Так, у Финикии три города. У Персии два... Тоже три, кстати. У Скифа четыре. Один из которых персидский. Сурово. А не много ли я теперь поселенцев тогда строю? Ну, этот встанет здесь. Этого, ну, мне надо тут вставить. Еще одного надо куда-то вот сюда везти. Ну, тут будет... Большое надо будет сюда... Сажать... Губернаторов сразу. Иначе отвалится все нафиг. Так, пошли. Камень вырубим. А, это Дидона. Я думал, это, кстати, Ацтека. Ну, вот. Граница Ацтека. Это граница Дидона. Тут она, кстати, какое-то чудо строила, но не успела. Блин. Свинюшки. Классно там, Дидоне. Развитие. Трабзори, нехватка жилья. Ну, тут... Вообще, в принципе, все плохо. Что-то мне эти варвары не нравятся. Какие-то они опасные. Так, тут на рост. Ну, лояльность меньше влияет на лояльность. Если... Чем больше у меня города, тем больше у меня защита от чужой лояльности. Так, варвары. Тут у нас персы. И в бурсе строители. Три хода до смены. Так, производство. Все нормально. Сейчас в следующем... Даже не в следующем, а сейчас мы обработаем. Камень вырубим. А-а-а, каменная кладка не открыта. Ай-яй-яй. Ё-моё. Подстава. Придется каменологу устроить просто. Да, я думал, камень вырублю и будет... Ладно, все равно четыре хода. Я думаю, нормально будет. Бурса изнывает от жары. Но у меня не очень места, прямо скажем. Не очень старт. Такое все. Хорошо. Скифы решили на Перса нападать, а не на меня. Еще одну ГГшку. Ну, блин. Типичное божество шестой циви. Скифы используют. Ё-моё. Я не верю в астрологию. Я миссар... Нет, я вряд ли убью. Давайте отступим в город. Вот так. Да, тут они... О, чудо какое-то. Везувий, вау. Ну и что? Ну, это чудо считается. Он как и вулкан, и чудо при этом. И что он дает? Сайцевый вулкан дает соседним клеткам плюс один к производству, а извержение значительно обогащает соседние клетки, но сопровождается большими потерями среди населения. Всегда активен. То есть такое... Опасно там ставить. Большой барьерный риф был и до этого. Чудеса такие были. Я думаю, что надо будет сюда сейчас Рейну пересаживать. Ну, этого поселенца я сюда поведу. Точнее, вот этого. Вот этого сюда поведу, а этого поселенца сюда. И, видимо, на этом расселение закончу, потому что... Ну, вот в пустыне-то селиться очень грустно. Можно будет подумывать о том, чтобы скифов захватить. Ни одного города-государства не найдено до сих пор. Ни одного. Так, значит, мы дружочки с Ацтеками и Дидоной, да? Цивилизация Наска. Видите, войну Персии. Наска это, видимо, город-государство какой-то новый. О! Берема финикийская плавает. Ну, это единственное место. Оно, кстати, не очень хорошее. Два... Все-таки два... Но мне надо будет сразу выкупить свиней. Вот этих. Так, а что тут производство как-то... Не шибко. Так, Рейну туда. В Эдирне. Или Андрианополь, если бы мы играли за Византию. Юнитов как-то расположим. И тут срочно надо расти. Опять, еды нету вообще. Рис в третьем радиусе. Тут чисто народ. Чем больше населения, тем лучше будет. Боюсь, все равно, что можно отвалиться по лояльности. Так, тут у нас граница Ацтека. Но надо вот куда-то сюда еще сходить, посмотреть, что там. Тут стоим в бурсе. О! Перс еще один город ставит. Интересно, как долго они будут продолжать войну со скифом. Тут я поселенцев закончил. Ну, давайте центр коммерции, наверное. Уже ставить. Правительственную площадь. Где тут можно будет... Вот, непонятно. Правительственную площадь. Наверное, вот тут где-нибудь вот эти пустынные клетки, чтобы как-то... Вот сюда, например, поставить. И вот тут вокруг ромашку. Тогда, возможно, здесь город какой-то. Ну, блин, смотри, какое ужасное место. Вообще просто... Просто нету ничего. Так, монумент обязательно строим. Ну, плюс один. Видите, я посадил губернатора, плюс один. Было минус четыре, сейчас плюс один. И надо срочно расти. Попаданы. Попаданы. Еще одна культурная, так, олигархию возьмем. О, вот одно влияние, видите? Вот и одно влияние стало накапливаться. Так, сколько мне... Раз, два, три, четыре. И на пятый ход ставим, да? Ну и здесь... Почему здесь... По-моему, тут каждый ход остается четыре хода постоянно. А мне кажется, то есть тут четыре хода висит уже хрен знает сколько. Какой-то глюк или что? Я просто думаю черную карточку пока поставить. Изоляционизм. Изоляционизм. Харизматичный лидер. Ну, поселенцев, походу, пока оставляем. И можно сто процентов, вот, на морские юниты. Не, уже три хода. А тут четыре. Боже. Эти глюки, наверное, навсегда вообще. Когда не могут нормально прописать, сколько строится поселенец. Интересно, а ацтеки с финикийцами как между собой? Ну, тут золусы воюют с ацтеками. У них хорошее отношение. А финикийцы не воюют с золусами? Ну, в общем, там где-то золусы за ним, я так понимаю. Ну что, давайте тогда центр коммерции тут, хотя это для кампуса место. Если у меня тут будет... Блин. Я хочу деньги сохранить, чтобы выкупить... Все, тут надо будет, если будет правительственная площадь, то здесь будут два кампуса мои. От Пурсы и Трабзона. Слушайте, а у Трабзона кампус вот тут можно поставить? Или это будет у этого города? Да, слушайте, у Трабзона тут можно будет кампус сделать. Так что давайте здесь ставим центр коммерции. И дальше пока в исторические хроники. Так, сколько у нас от 12 до 22 ходов? Ну, должен быть. У меня корабли дадут очки золотого века. Должен быть в героический, по идее. Вот меня от этой лояльности волнует, конечно. Ну, территория отвратительная. Отвратительная территория. Так, что нам тут открыть бы? Давайте я каменную кладку сначала открою. Потом обработку железа, потом верховую езду. Так, водяная мельница нужна, древние стены. Три разных района и три лодника. Веду сюда дуболом оставить, чтобы выдерная сила была. Куда поселение сделалось? Что за бред? Кстати, очередь. Я совершенно забыл, что тут очередь есть. Ребята, тут же очередь пришла. А, я черную карточку поставил, поэтому поселение с ней строится. Тьфу, ты. Забыл совсем про это. Так, давайте военную традицию откроем. Один ход. Черную карточку уберем пока. Так, здесь пока эту галеру прихода. Или может... Не, галеру давайте, галеру. Попада на храм Артемиды. Китов бы обработать, конечно. Ну, вообще с ресурсами у меня неплохо. С ресурсами, в принципе, у меня неплохо. Возвращаемся пока обратно. К нашим прачникам. Так, тут не пройти, не пройти. Какой-нибудь вот сюда пойдем. И торговые посты сделаны. Сейчас надо... Посмотри, сейчас я карточку подменяю, попробую... Очередь в постройке. Значит, морское. Да, конечно, оставить плюс 50% колонизации и убрать возможность строить колонистов, это только я так умею. Ай, блин. Давайте поставим. Полководцы не нужны. Строительство... Производство строителей. Нет, давайте просто пока производство. Делаем. Итак. В городе... Очередь. Во, поменяли местами. Отлично. В Стамбуле. Центр коммерции. Потом очередь ставим... Галеру. Галеру. Вау. Ведерне. Монумент. Потом строителей. Так, а теперь... Вся очередь всех городов. О, прикольно, да? Классно. Классно выглядит. В Трапзоне 17 ходов. Коммерческий район ужас. Тут как-то производство побольше можно сделать, нет? Нельзя. К сожалению. Так, дальше поехали. Драму и поэзию пока открывать. Да, хочется этих свинюшек купить. Это очень классная тема. Так, давайте из Эдерне отправим караван. Вот защита. По-моему, даже лояльность выше, да. За счет того, что там сильный юнит в городе стоит. Ух ты. Так, а что у нас вообще по армии? Дипломатическая победа военная. У скифов 464, 390, 350. Меня даже не видно. Меня даже не видно. Ну, на этом давайте я эту серию прекращу. Опять же, призываю вас писать в комментариях, что вы хотите увидеть первым делом в этом дополнении. Какие фишки, что вам интересно или вам нравится, как я в принципе это разговариваю. А пока все и продолжение, надеюсь, я буду выкладывать серии как можно быстрее. Просто вот я останавливаю их, монтирую, рендерю, закидываю в интернет и параллельно с этим следующую записываю. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.